Евгений Шварц, первоклассница. Глава называется «Идут дни за днями, недели за неделями». В классе тихо, очень тихо. Так тихо, как бывает только во время контрольной работы. Первоклассницы переписывают что-то с доски и стараются. А Маруся старается больше всех. Она первой кончает работу, несёт тетрадку Анне Ивановне. Опять ты первая качает головой Анны Ивановны. Всё проверила? Всё, всё, Анна Ивановна. Хорошо проверила? Очень, очень хорошо. А то провери ещё. У тебя есть время. Нет-нет, Анна Ивановна, убеждает Маруся учительница. Я не торопилась. Ни чуточки. Анна Ивановна заглядывает в Марусину тетрадку. Укоризненно кивает головой. Маруся испуганно смотрит на неё. Прочти-ка это слово, говорит Анна Ивановна, указывая на доску. Собака, читает Маруся. Правильно. А теперь прочти это. И Анна Ивановна указывает на последнюю строчку в Марусиной тетради. Что ты написала? Маруся заглядывает в тетрадь. Ахает. Хватается за голову. Ах, я написала. Басака. Опять поторопилась. Первоклассницы толпятся у окон. Когда они утром шли в школу, был порядочный мороз. Но всё-таки казалось, что это ещё не настоящая зима. Что осень ещё тянется. И вот только что начался первый урок, как Галя закричала. Смотрите. Все поглядели из окна и увидели, что идёт первый снег. Настоящий, густой, крупный, зимний. Снег, снег, зима, закричали девочки. Тише, тише. Урок уже начался, сказала Анна Ивановна строго. На перемене посмотрите на первый снег. Поздоровайтесь с ним. Урок кончился, и первоклассницы толпятся у окон, любуются. Снег падает с неба хлопьями и вьётся на ветру. Иногда кажется, что он идёт не только с неба, а взлетает с земли или вылетает из-за угла. Снег успел покрыть крыши домов, а деревья в парке сделались белыми и пышными. Перед третьим уроком Анна Ивановна сказала, «Одевайтесь, девочки, мы пойдём в парк на урок природы». Девочки завержали от радости и побежали вниз. В парке к этому времени всё стало совсем бело от снега, а на скамейках выросли белые снеговые горбы. И там стало так тихо, что девочки тоже притихли. Они молча шли за Анной Ивановной, и она рассказывала, «В глубине, под снегом, прячутся от мороза корни трав. Прикрытые сверху снежным одеялом, они не замёрзнут. И почки деревьев плотно закрыты, как дверь в комнату. Туда, внутрь, не заберётся мороз. Так они и будут теперь дремать до весны». Я буду говорила, «В глубине, под демешевым, пряжём». Я хочу сказать, там, Kah�на. Котянки, тут есть демешевыми кем-то полезными, и приспособливantes, а тормозу.